друзья подхожу к работе сейчас покажу где у меня офис как он выглядит маленькая экскурсия вот здесь я работаю а если быть конкретным то здесь мой маленький кабинет вот мы стол алиса включи музыку посмотрите какие большие окна здесь очень много света очень много солнца сейчас уже понимаете что светит солнце а это значит прекрасный день и прекрасное настроение для того чтобы записать видео на тему того как я переехал в москву ну и собственно для вас это будет я думаю интересно я расскажу сколько стоит жизнь в москве я переехал сюда из архангельска мы уже достаточно многое узнал и могу поделиться с новичками итак первый вопрос который которым вы будете озабочены при приезде в москву это конечно же жилье я брал избрал самый простой вариант зашел на авито нашел несколько объявлений по первому позвонил вроде все хорошо я искал квартиры и комнаты и остановился на варианте когда я взял комнату в четырех комнатной квартире и живет в этой квартире только хозяйка и я но хозяйка она уже такая пенсионерка в общем она из своей комнаты можно сказать не вылазит я не вызову я в милиции тебя пропишу и поэтому когда когда я туда приехал я подумал что может быть еще вообще какие-то варианты что может быть еще кто-то в этой квартире живет но оказалось так что я в итоге жил и живу один с этой хозяйкой квартира достаточно хорошая я покажу сделаю обзор этой квартиры самый главный вопрос который вас интересует это стоимость проживания кстати красивый фонтан стоимость 22000 в месяц я плачу 22000 в месяц смотрите какой какая красота а красота здесь потому что потому что это станция метро старая она еще кто потопная потопа до катастроф но этого не понял никто здравствуйте следующий вопрос который я думаю что каждый будет волновать а где работать в москве если вы работаете не на себя но ребят об этом нужно позаботиться с помощью опять же всем известных таких сервисов как там авида headhunter я нашел себе за две недели работу на headhunter я занимаюсь маркетингом у меня помимо помимо своих клиентов помимо тех компаний которые я уже ранее обслуживал в москве я нашел компанию на которую работаю в режиме офлайн то есть постоянно у них присутствую в офисе это позволяет мне зарабатывать до 300 400 тысяч рублей в месяц ну и чувствует себя в принципе нормально все проживание мне обходится в москве еда плюс транспорт где-то в районе 70 тысяч рублей с этого ракурса торговый центр вегас напоминает реально вегас смотрите на эту стену лед стену народ сидит на подсвеченной лестнице если туда присесть будет создаваться впечатление что ты где-то в нью-йорке увидели когда-нибудь таких лошадей смотрите это ваша покупка на восемь тысяч девятьсот девяносто шесть рублей восемь тысяч девятьсот девяносто шесть баллов у вас будет то есть я на 8000 купил и у меня 8000 баллов и как их расходовать могу накопление 15000 баллов у нас будет скидка 300 рублей при накоплении 15000 баллов у меня будет скидка 300 рублей это все понял окей снимает в том числе да я просто снимаю же папе для дочки сложно выбирать все-таки одежда друзья закупочка прошла успешно немножечко под закупились купил себе два лука один строгий другой раз я думаю что пойдет пойдет нормально еще точки купил красивое платье надеюсь дочка будет рада сейчас иду на метро нужно срочно покушать очень хочется ну и потом домой уже вечер надо закругляться потихоньку друзья хотел поговорить о том сколько нужно денег для того чтобы жить в москве рассказываю конкретно по своим затратам значит у меня в месяц уходит двадцать две тысячи заплатить за жилье на проезды в общем на транспорт в целом в месяц у меня лично уходит в районе десяти тысяч рублей то есть это уже где-то тридцать две тысячи рублей также нужно что-то каждый день кушать в день у меня уходит где-то порядка 1200 полторы тысячи рублей на еду в месяц соответственно это минимум тридцатка ближе к сорокету соответственно в месяц 22 проживания десятка транспорт и тридцатка сорокет покушать ну тут уже от ваших конечно пожелание зависит да кто как кушает в общем получается семьдесят тысяч рублей но если хочется еще что-то есть сходить там так далее но сотка минимум получается если жить так скажем еще более комфортных условиях это иметь свой личный например автомобиль в москве но сюда еще прибавляйте минимум полтос в месяц потому что вопросы будут с парковками ну бензин обслуживание и так далее стояние в пробках примерно такие цифры соответственно если вы рассчитываете переехать в москву планируйте планируйте свой заработок свои расходы но и учтите что ко всем этим цифрам еще прибавляется дорога москвы я не считал всяких там бытовых нужд в плане там покупки порошков не знаю зубные щетки пасты там что-нибудь такое ну в общем всякая бытовая утварь конечно я ее не считал если вы едете в москву и у вас в планах зарабатывать там 50-70 тысяч блин наверное это не вариант ну то есть за такие деньги придется бомжевать москве очень смачно бомжевать вот такие дела ребята у меня через полчаса выезд в аэропорт вылетаю я из домодедово поеду на такси не хочу переться с чемоданом с сумками на метро поеду на такси сразу дома домодедово ну а вечером жена мне приготовила какой-то сюрприз я ним подробнее расскажу дальше